Кадровые перестановки в администрации округа. Свой пост покидает заместитель главы региона по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. Миллион на реализацию проекта. Сельские активисты могут получить субсидию из окружного бюджета на благоустройство своего села. Здравствуйте с главными событиями к этому часу в студии Ирина Нижалова. Губернатор Ненецкого округа принял ряд кадровых решений. В частности, свой пост покидает заместитель главы региона по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Сергей Сурков. Новым вице-губернатором по решению Игоря Кошина назначен Сергей Боенко. Губернатор выразил признательность покидающему должность заместителя главы региона Сергею Суркову за плодотворную работу в интересах жителей Ненецкого округа. В должности вице-губернатора он отработал два с половиной года. Главный итог деятельности это, с одной стороны, увеличенный объем и привлеченных средств федерального бюджета по разным направлениям. И вторая глобальная задача, то что мы от разговоров о глубоководном порте Индига, круглогодичном, как обеспечивающем северо-морской кулке, перешли от разговоров к конкретным делам. На сегодняшний день я думаю, что Сергей Юрьевич совершенно спокойно доложит, что этот проект в нас вошел в число приоритетных. Пост заместителя губернатора НАУ после Сергея Суркова займет Сергей Боенко, ранее занимавший должность начальника окружного управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности. Сергей Ефимович будет курировать работу управления имущественных и земельных отношений, управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности, государственной инспекции по ветеринарии и управления государственного заказа. Исполняющим обязанности начальника окружного управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности назначен Евгений Макаров. Ранее он занимал должность замначальника управления. Теперь он возглавит и окружную комиссию по предупреждению о ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Миллион на благоустройство. Активисты муниципальных образований на конкурсной основе могут получить субсидии из окружного бюджета на реализацию наиболее важных проектов, направленных на облагораживание территории своих поселений. Это может быть, например, установка детской игровой или спортивной площадки. Финансирование будет осуществляться в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив. Подробнее об этом на семинаре глав муниципальных образований рассказала начальник управления финансов Ненецкого округа Светлана Вокуева. Реализация проекта по поддержке местных инициатив запланирована на текущий год. Но, как отметила Светлана Вокуева, если жители сел активно будут предлагать свои идеи, то проект могут продлить и выделить на эти цели дополнительные средства. Ну а пока организаторы конкурса ждут заявок от инициативных жителей. Для участия в конкурсе им необходимо придумать идею, собрать необходимые документы и заявить о своем проекте, например, о строительстве спортивной площадки. Обсуждают этот проект, собирают собрание, принимают какое-то решение по этому вопросу, обсчитывают примерную смету, сколько это обойдется, гарантируют в этом заявлении, гарантируют, что они готовы собрать 1% средств. Если это миллион, то это всего 10 тысяч, это небольшая сумма. Если есть спонсоры, пожалуйста, привлекаются какие-то спонсорские. Более того, очень важен их вклад именно трудовой. То есть, когда они будут площадку свою реализовывать, сделать, могут привлекать себя, детей. И после этого дальше они как контролеры выступают. Средства на софинансирование проекта может выделить и сельсовет. Добавлю, что организатором конкурса выступает департамент региональной политики. На повестке дня самые актуальные темы. Члены общественной молодежной палаты при собрании депутатов Нинецкого округа обсудили вопросы об устройстве парков для выгула собак и разработку плана мероприятий популяризации здорового образа жизни. Всего в повестку дня заседания включили 11 вопросов. Самые жаркие дискуссии младых парламентариев Нинецкого округа развернулись относительно содержания домашних животных и их выгула. Активисты сетуют за обустройство специальных площадок для выгула собак и ужесточение контроля за самовыгулом и беспризорными животными. Традиционно большое значение члены молодежной палаты уделяют популяризации здорового образа жизни. На текущий год у молодых парламентариев намечен серьезный план мероприятий. Мы наконец-то немножко насобирали средства, закупили копки, закупили награды для этой игры. То есть на базе шестой школы мы проведем в промежутке между 9 и 15 мая военно-патриотическую игру. Кроме того, члены молодежной палаты обсудили участие в глобальной акции. В интернет-энциклопедии Википедия планируется развернуть виртуальный фронт для наполнения ее полноценной и правдивой информацией о достижениях и подвигах российского народа. Также активисты готовятся к проведению международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», который пройдет в округе 22 апреля. В настоящее время ребята обратились к руководителям образовательных организаций, обратились к ассоциации учителей-историков, которая начала работать. Обратились они, собственно говоря, как всегда, к нашим стажистам, учителям, чтобы были проведены в регионе публичные лекции, чтобы больше шел анонс этих мероприятий. Не обошлось и без кадровых перестановок. По результатам открытого голосования в связи с выходом из состава общественной молодежной палаты Дарьи Рудневой вакантное место заняла Елена Черницына, а секретарем был избран Роман Конкин, председатель общественной молодежной палаты «ЩИД». Напомню, молодежная палата призвана содействовать духовно-нравственному воспитанию молодежи, вовлекать молодых людей в активную общественную политическую жизнь округа, формировать правовую и политическую культуру. Елена Семеновичева, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Под прицелом видеокамер и внимательным взором наблюдателей. В России стартовал период досрочной сдачи единого госэкзамена. Сегодня выпускники решали тестирование по информатике. Результаты они узнают 4 апреля. Могут ли стройматериалы быть опасны для здоровья человека? Какое влияние оказывает на наше самочувствие и современные гаджеты? Этим и другим темам посвящены учебно-исследовательские работы окружных школьников. О них расскажем в материале выпуска. Опасная жвачка. На прилавках меринмарских магазинов обнаружены жевательные резинки с провокационными заданиями. В России стартовал период досрочной сдачи ЕГЭ. С 23 марта по 14 апреля. У выпускников прошлых лет и всех желающих будет возможность пройти государственную итоговую аттестацию. В этом году, как и в прошлом, самые популярные предметы у участников – общество знаний, история, биологии и физика. Первым предметом стала информатика. «Телефоны, сигнализацию, всё в куртке. Куртку, можно сюда». На первом досрочном ЕГЭ по информатике всего пять участников. Но порядок проведения стандартен. Пост досмотра, регистрация, специально подготовленный кабинет с камерой онлайн-видеонаблюдения. Предусмотрен отдельный кабинет для медицинского работника, средств массовой информации и общественных наблюдателей. «Мы выявляем, чтобы не было нарушений на ЕГЭ, ОГЭ, НГВЭ, чтобы не было телефонов, чтобы было всё произведено по правилам, чтобы выпускникам было удобно сдавать экзамены». Право досрочно сдать ЕГЭ имеют выпускники прошлых лет и учащиеся средних профессиональных учреждений. В этом году таких желающих 44 человека. Они сдадут государственную итоговую аттестацию по 10 предметам. Отведённое время для экзамена – от трёх часов, в зависимости от предмета. Для участников с ограниченными возможностями здоровья продолжительность экзамена увеличивается на полтора часа. «Первый раз в этом году выпускники прошлых лет сдают государственную итоговую аттестацию на досрочный период. В основной период они могут сдать только по уважительным причинам. То есть период с 23 марта по 14 апреля – это новинка, так скажем, этого года». Результаты по информатике будут известны 4 апреля. Далее – согласно графику, который можно найти на сайте Рособорнауки. Кроме того, на сайте можно узнать минимальное количество баллов для получения аттестата и поступления в ВУЗ. Эта информация актуальна и для выпускников нынешнего года. До основного этапа ЕГЭ осталось чуть больше двух месяцев. Есть время подготовиться. Первый экзамен состоится 29 мая, последний – 1 июля. В этом году единый госэкзамен в Ненецком округе сдаст 251 выпускник, в том числе ребята из отдаленных населенных пунктов округа. Валентина Чибичек, Антон Водряков, Телеканал «Север». Почему капризный климат Заполярье так сказывается на самочувствии жителей округа? Опасен ли главный атрибут современного человека – мобильный телефон своим излучением? И что нам стоит безопасный дом построить? Или какие ввозимые в округ строительные материалы значительно превышают радиационный фон? Ответы на эти вопросы дали юные исследователи Заполярье. Сегодня в Ненецком краеведческом музее стартовал региональный конкурс учебно-исследовательских работ имени Пырерки. С будущими учеными пообщалась Любовь Пермякова. А поскольку основными строительными материалами завозимых в округ являются кирпич, бетон, пеноблок и древесина, то общий уровень радиации напрямую зависит от этих материалов. И об этом нужно знать. Десятиклассница Оксана Котовская из Искательской школы впервые на территории Ненецкого округа провела изучение радиационного фоностроительных материалов и жилых зданий. Одним из основных мест исследования стала и родная школа. Оказалось, что средний уровень показаний выше всего в подвальном помещении – 12,4 микрорентген в час – школы-поселка Искателей. Это обусловлено тем, что подвал находится ближе всего к земле, где родон и оседает. Также в подвальном помещении было зафиксировано самое высокое значение из всех полученных – 19 микрорентген в час. Всего в школе и на других объектах за два с половиной месяца девушкой было проведено 160 измерений при помощи индикаторов. Это позволило определить уровень опасности. На ремарце могут спать спокойно. У нас не такой большой уровень радиации, как у нас принято считать. Конечно, у нас все в порядке. И уровень радиоактивности в норме. Я сама в этом убедилась. Сколько измерений было проведено. И нигде не было уровня радиации выше нормы. Эта тема довольно невостребованная. И вокруг нее очень много фальши. Очень многие используют, говорят, радиоактивность. Не знаю, что это такое. И как оно вообще проявляется. И вот эти вот все шутки про третью руку, вырастающую из живота и все прочее. И как бы я заинтересовалась. И мне стало интересно. Стало интересно и другой участнице конкурса учебно-исследовательских работ восьмиклассницы Екатерины Коваленко, когда она задумалась над тем, почему солнце в Наринмаре ярко светит, но почему-то не греет. Отсюда у меня возник вопрос. Если солнечный свет есть везде, то почему же одни части Земли избалованы солнечным теплом, а другие обделены им, а то и вовсе лишены. Определить недостаток природного тепла Екатерине помогли многочисленные наблюдения в течение года и простые приборы – термометры и барометры. Все дело в том, что Земля имеет шарообразную форму. Из-за этого электромагнитная солнечная радиация вынуждена падать на земную поверхность под разным углом – от 0 градуса до 90 градусов. И чем больше угол падения лучей Солнца, тем больше нагревается земная поверхность. Этим и объясняется разница между климатом севера и юга. Всего научные выводы на этом конкурсе сделали 14 ребят из школ и профессиональных учебных заведений от 14 до 25 лет. Их выступления и исследовательские работы оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли научные сотрудники и представители Центра развития и образования. Уже завтра станет известно имя победителя научной битвы, который будет номинирован на премию президента России. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Правда или действие? Сразу в нескольких регионах России родители забили тревогу, увидев у своих детей жевательную резинку со странными заданиями на обертке. Такая жвачка, как ее прозвали, со вкусом смерти, добралась и до нашего округа. Где их продают и что за опасные задания надо выполнить, выясняла моя коллега Елена Семенчева. В глазах молодой мамы девятилетнего сына Марины застыл страх. Что это, маркетинговый ход или очередные так называемые группы смерти? И к чему приведут, на первый взгляд, безобидные задания? Во вторник мой девятилетний сын принес домой жвачку, на которой написано «Открой пачку, начни игру». Я посмотрела, что за игра, и здесь, например, очень много разных неоднозначных задач стоит перед детьми, которые они должны выполнить, снять это на видео либо фото и выкладывать в социальные сети. Купить такую жевательную резинку особого труда не составило. Находим ее в первом же магазине города. Продавец признается, пачка буквально разлетелась, как горячие пирожки. А вы вообще сами лично видели, что много таких жвачек? Нет, мне это показали. Нет, не могут. Две упаковки. Две упаковки у нас видим, но пока приказы не тут ничего. Ну, понятно, понятно. Я вас поняла, да. Две упаковки таких было? Две или три даже, не помню. Ну-ка, давайте посмотрим. Арбузные. Ну, там больше нет, да. Там больше нет. Нет, вот они здесь. Нет, но они... Мятные? Мятные. Мятных нет, да? Нет, только в таком вот арбузном. А, ну все, да. Две или три штуки таких было, да? Нет, целую упаковку такая. А, была целая упаковка. Ухватив последнюю пачку жевательной резинки, проверяем, чем производители данной продукции заманивают покупателей. На первый взгляд безобидная жвачка с арбузным вкусом. На ней написано «правда или действие», «открою пачку и начни игру». Ну что ж, начнем игру. Действительно, на первый взгляд, безобидные задания. В этой пачке нам попались, к примеру, «надуй пузырь и сделай селфи» или «весь день набирай сообщение носом». Но если обратиться к интернету, то можно найти задания, которые уже не кажутся такими безобидными. И вот одно из них. «Заберись на самую высокую точку в общественном месте и сделай селфи». Задание буквально на грани между жизнью и смертью. Или вот еще одно задание. «Надень противогаз и перекрой доступ кислорода». Обеспокоенные родители бьют тревогу. Что же делать? Психологи дают ответ. Больше общаться с собственным ребенком и уделять как можно больше свободного времени собственному чаду. Почему дети уходят в социальные сети? Одинокие дети уходят туда. Одинокие, с которыми не с кем поговорить, не с кем свои мысли донести, некому поплакать. Я всегда говорю родителям, проводите больше времени с ребенком вместе. Мы забыли, когда мы ужили вместе с ребенком за общим столом. Если так называемыми группами смерти уже вплотную занимаются следственные комитеты, даже есть арестованные, правда, один на всю страну, то до жевательной резинки органы следствия еще не дошли. Но наша героиня Марина, как сознательный гражданин, написала заявление в полицию. Ведь только так правоохранительные органы смогут заняться выяснением причин появления данного товара на прилавках магазинов Наринмара. Заявление написано. Сейчас сотрудники полиции начнут проверку по этому факту. Уважаемые граждане, если вы или ваши знакомые купили, увидели или обнаружили подобную жевательную резинку, обращайтесь в дежурную часть полиции. Елена Семеновичева, Леонид Шишилов, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Хранители ненецкой культуры, покорившие сердца жителей России, Норвегии и Финляндии. Ненецкая фольклорная группа «Ханептё» отметила первый юбилей. Творческий полет длиной в пять лет. Ненецкая фольклорная группа «Ханептё», что в переводе означает «сова», отметила свой первый юбилей. Во дворец Арктика поздравить хранителей ненецкой культуры пришли поклонники самодеятельного театра и любителей национальной культуры. Артисты «Ханептё» исполнили для гостей эпические ненецкие песни, показали фольклорные инсценировки. А еще в программе юбилейной встречи состоялась премьера фильмов-спектаклей. Их посмотрела и наша съемочная группа. Артисты «Ханептё» показывают зрителям видеоспектакль на ненецком языке «Хэкур» по мотивам пьесы Матрёны Талеевой. Такой новый формат творчества, аудио-видеофиксации коллектив «Ханептё» создал целью сохранения ненецкого фольклора. Всего на юбилейной встрече было представлено пять таких фильмов-спектаклей – «Хитрый заяц», «Пришелец», «Украденная песня», «Хэкур» и «Новое солнце». Которые потом пригодятся для того, чтобы изучать язык и пропагандировать язык. И вплоть до того, что нынешнее современное, что у нас требуется развитие сферы туризма в округе. Но вы ими, как актёрами, довольны? Вот вы не справились со своей задачей? Конечно, для уровня этого пока достаточно. Ну а, конечно, надо работать, работать, двигаться дальше. По словам режиссёра «Ханептё», Сергей Никулина особенно доволен он остался работой своих самых маленьких артистов. Пятилетний Мирон и исполнительница главной роли в видеоспектакле «Хэкур», восьмилетняя Пелагея, родные брат и сестра. Сюда их привели родители, которые сами играют в этом коллективе уже более трёх лет. Людмила Алексеевна нас как-то увидела, пригласила на одно из мероприятий. И после этого как-то само пошло, что мы уже влились в коллектив. Насколько я знаю, дети вас не говорили на ненецком языке, да, когда пришли? Дети сейчас говорят? Сейчас говорят, да. Они говорят в школе, они говорят в садике. Благодаря тому, что стали участвовать, да? У них появилась дома такая игра, они между собой обсуждают, кто сколько знает родных ненецких слов, то есть как бы запоминают, приходят домой и начинают они фразы какие-то, вспоминают из текстов других актёров. Действительно, у других актёров в театрах Анипсё есть чему поучиться. Кроме владения родным языком, на сцене они воссоздают уникальные отрывки из древних ненецких эпических песен, показывают бытовые сцены из жизни тундровиков, инсценируют обряды и национальные игры, не оставляя при этом равнодушным ни одного зрителя. Люди реагируют, конечно, великолепно, потому что на немецком языке. Они просто удивляются, и загадки мы задаём, и сценки делаем, и поём. И что интересно, после концерта некоторые начинают сами подпевать. И не только подпевают «Чего только стоит» выступления в 2012 году на Международном фестивале эпической культуры в Республике Карелия, а также в Норвегии и Финляндии. В зале был полный аншлаг, а после дебюта нашим артистам зрители аплодировали стоя. Вот и на юбилейной встрече вновь прозвучали громкие овации. А участники фольклорной группы пообещали вновь порадовать своих поклонников новыми фильмами на ненецком языке. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно и на нашем сайте n3w.trk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok